Оу! Сделано в RedBarn. Петрович Тех. Команда, которая создает IT-решения для строительного ритейла. В гостях у меня директор по продукту и технологии, CTPO компании Кулин, Александр Легоньков. Всем привет. Привет, Саш. Спасибо большое, что присоединился на наш уютный подкаст. Сегодня мы поговорим про сервис Кулин. Очень интересный, на мой взгляд, сервис. Я хорошо с ним знаком, я заказывал пару раз уборки. В общем-то, я хотел бы, чтобы мы начали, наверное, как раз-таки с твоего представления продукта. Чтобы ты, может быть, для наших слушателей, которые еще не в курсе, либо пока что еще не использовали Кулин, рассказал, в чем основная суть сервиса. Ну, давай я коротко постараюсь рассказать. Кулин — это в целом платформа, на которой клиент, приходя на веб-сайт, в приложение, может оставить свой заказ по какой-либо услуге, касающегося его дома, там, быта. Наша платформа найдет подходящего исполнителя под это, и будет выполнен, соответственно, заказ. Здесь можно говорить не только об уборках, также можно сказать о химчистке, также можно сказать о реставрациях, обуви, там, кожаных изделий и так далее. Можно, соответственно, заказывать такие более специфические услуги, например, там, в ванной комнате покрылся плесенью герметик, его нужно заменить, то есть, там, почистить кондиционер, это все тоже в рамках платформы. Микрованку почистить? Да. Это очень актуальная история, вот пользоваться. Да, то есть, есть такие достаточно специфические услуги в рамках платформы, которые мы готовы предоставлять клиенту, и он может эти заказы оставлять на сайте, либо в приложении. А изначально вот сервис начинался, и основная услуга, которая предполагалась, что будет оказываться, это как раз-таки сервис по уборке дома? Да, изначально сам стартап, когда открывался, была идея именно открыть платформу, в которой, как бы, клиент размещает заказ, исполнитель, зная регламенты уборок, может взять из ленты, там, любой доступный заказ, его выполнить и, соответственно, получить за это комиссию. По сути, здесь модель очень похожа на Яндекс.Такси, то есть, то же самое. Ты, как бы, заказываешь поездку, дальше, как бы, свободный исполнитель берет в работу этот заказ, и тебя, как бы, везет в место назначения. Ну, с точки зрения, вот, кстати, сравнения с Яндекс.Такси, Яндекс.Го, получается, что, если сравнить с Яндекс.Го, то там весь сервис и, так скажем, его качество на стороне Яндекса, по большому счету. Здесь то же самое. То есть, если произошли какие-то претензионные истории на заказе, там, исполнитель, не знаю, вынес половину квартиры, ну, допустим, то мы являемся ответственными. А такого никогда не было? Честно говоря, бывает много интересных случаев. Ну, прям, чтобы вообще все, полквартиры вынесли, такого не было. Ну, здесь, опять же, важно понимать, что те исполнители, которые приходят на заказы, это не наши работники, это вот именно внешние исполнители. Мы им даем только платформу, даем приложение, они в этом приложении видят заказы, и дальше, в соответствии со своими навыками, идут по саджесту, как бы... Ну, так или иначе, Кулин отвечает за качество предоставленных услуг. Да, да, да. Можно назвать Кулин как вот маркетплейс бытовых услуг? Ну, маркетплейс, но вокруг, скорее, хом-сервис, я бы так сказал. Вот, в который входят как раз уборки, химчистка, вот как бы есть и маркет, то есть товары, это тоже как бы вокруг хом-сервиса. То есть, если у тебя нет денег заказать там уборку, то ты можешь использовать ту химию, аналогичную, которую используют наши исполнители. То есть, мы можем предоставить исполнителям ряд набора химии, которая проверяется нашими технологами, в том числе, они там тестируют на различных поверхностях, и уже в качестве регламента могут предоставлять исполнителям эту химию для того, чтобы минимизировать ущерб на заказах. С точки зрения, вот есть определенный перечень хом-сервис-услуг, которые вы предоставляете. Можешь ли ты ввести в курс дела «Меняя слушателей» с точки зрения, как распределяется по количеству заказов? То есть, какая услуга наиболее частотная? Что за чем следует? Во-первых, часть услуг, которые предоставляет Кулин, это сезонные продукты. То есть, например, ты называл, что пользовался окнами. Окна, например, это сезонный продукт. То есть, основное – это весна и осень, когда обычно люди подготавливаются либо к лету, либо к зиме. Но, если говорить там средний тренд, то основная масса заказов – это регулярные уборки. Соответственно, это те уборки, которые происходят с частотой раз в неделю, раз в две недели. Это порядком 70% заказов. Химчистка – это тоже достаточно сезонный продукт. Это также весна и осень. Соответственно, если сравнивать уборки и химчистку, то они примерно выравниваются как раз в сезон по количеству заказов. Но с уходом сезона на лето, либо на зиму, химчистка по заказам уже проседает очень сильно. Мне интересно, вот много услуг, которые вы предоставляете, раскладывали ли вы это по концепции Jobs to be Done? То есть, какие джобы именно есть у людей, которые вы закрываете с помощью сервиса? Мы скорее ориентировались на клиента, когда ты приходишь домой, уставший, соответственно, у тебя ребенок, жена, хочется провести время с семьей, соответственно, сделать что-то для того, чтобы облегчить трудяги жизнь. Ну и его жене, например, и семье. Если посмотреть на средний чек, у нас он достаточно низкий относительно других платформ, если мы говорим про уборки. Про химчистку то же самое. Если мы говорим, там есть там Bianca, есть химчистка номер один, у них достаточно прайс высокий относительно нас. При этом у них модель основная – это пункты выдачи, которые они сами открывают. У нас же основная модель взаимодействия с партнерами – это через доставку. То есть при этом ты можешь просто заказать курьера, он к тебе приедет, заберет вещи, вещи, соответственно, партнер наш постирает, под химчистит, погладит, все аккуратно упаковано привезет обратно в нужный час. Главное, чтобы пока он вез обратно, их не пришлось снова погладить. Вот здесь как бы есть определенная специфика, с которой сталкивается КЛИН в части оказания услуг и партнеров. А тот партнер, который занимается частью доставки, у него в регламентах у курьеров строго прописано, как это все складывать, как это должно быть расположено и так далее. То есть сервис превыше всего. Ну да, действительно, ведь, мне кажется, одна из основных, в общем-то, ценностей КЛИН для пользователя – это как раз-таки вот хороший, качественный сервис. То есть нет необходимости куда-то нести, забирать потом, тебе все привозят. И здесь действительно одно из таких вот важных преимуществ – это то, что все подключи, все качественно, вовремя и так далее. Ну да, к нашим партнерам очень высокие требования предъявляются по, например, фабрике, которая занимается химчисткой. Если посмотреть по показателям, это, наверное, топ-3 фабрика в Москве. Лучше нас там только пару фабрик, которые по цене намного выше еще добавок. А вот мне даже самому интересно с точки зрения вот контроля качества предоставления услуг контрагентов, потому что вот в нашем продукте GoGym тоже все много строится на партнерских отношениях. Вот у нас есть большое количество фитнесов, фитнес-клубов, фитнес-студий, к которым приходят наши пользователи. И бывает такое, что, соответственно, качество услуг может страдать. Бывает это такое, в первую очередь, в тех площадках, которые не сильно чувствуют ценность от нашего сотрудничества. То есть, допустим, на те площадки приходит небольшое количество людей, и они думают то, что, ну, блин, трафика они дают не так уж много, поэтому особо не заморачиваются на этот счет. Управленцы не контролируют своих администраторов и так далее и тому подобное. Так вот, в общем, и идет. Вот с этой точки зрения вы же работаете, с точки зрения, например, химчистки, вы работаете через контрагентов. Насколько контрагент замотивирован соблюдать все вот это качество, которое вы от него требуете? Контрагент очень замотивирован с учетом маржинальности оказанной услуги, сколько он получает денег, какой продукт, какую платформу мы даем для оказания его услуг. Это самое важное. То есть, он приходит с какими-то продуктовыми гипотезами, требованиями, мы их все равно рассматриваем, перерабатываем, усовершенствуем платформу и, соответственно, несем к ним уже что-то доработанное, усовершенствованное, лучшее, в том числе для контроля качества, для оптимизации процессов и так далее и тому подобное. На самом деле, я думаю, так скажем, те, кто не в курсе вообще этого рынка, вот даже с точки зрения химчисток, немногие в курсе, что, в принципе, подрядчиков не так уж и много, насколько я знаю. Достаточно немного, либо они очень маленькие. То есть, если ты там пройдешься по Москве, посмотришь, есть просто написано химчистка и без названия, без какого-то там брендинга и так далее. То есть, это очень маленькие химчистки. А крупных же совсем немного, и там качество услуг, оно тоже очень сильно разнится. То есть, есть, например, Диана, у которой там средний, достаточно ниже среднего сегмента. Вот как, например, Бьянка, это, наоборот, там сегмент такой более премиумный. У них, соответственно, требования к фабрике и к собственной там обработке вещей, он достаточно высок, и с точки зрения там клиентов в том числе. Кстати говоря, про клиента. Интересно было бы узнать, а как вы описываете свою целевую аудиторию, свой сервис? Если мы говорим про сезон, то это скорее такой среднестатистический человек, который как бы вышел с зимы, у него как бы есть пуховик, там, грубо говоря, за 15 тысяч рублей. Ему надо еще его 5 сезонов относить. Соответственно, он понимает, что если он закинет стиралку, постирает, это все скомкается. Живо. Да. И, соответственно, здесь он выбирает уже там в соответствии с качеством, отзывом, ценами, то есть цена-качество, куда это непосредственно отдать на то, чтобы эту вещь обработали. Но, если говорить там о сегмент основной, то это такие достаточно люди с выше среднего заработка, то есть те, кто зачастую уборки и химчистку заказывают, это одни и те же люди. У них есть там достаточно дорогие вещи, в том числе брендовые, им, соответственно, не хотелось бы их подвергать опасностям, и они отдают их, соответственно, нашим партнерам на обработку. Ну и, само собой, наверное, самый качественный клиент для вас, это тот, кто постоянно возвращается и на постоянную основу пользуется. И, в целом, цель платформы при взаимодействии с партнером, чтобы тот клиент, который приходил к нашему партнеру за услугу, он снова и снова возвращался к нему. И мы пытаемся всеми силами мотивировать клиента, чтобы он возвращался. И качеством услуг, и ценами, акциями, там, партнерскими и так далее. Либо какими-то новыми условиями. Например, у нас была, буквально зимой запустилась история платформенная, это агенты. Мы с нашим партнером реализовали схему, аналогичную нашим конкурентам, но наши конкуренты, например, они сами открывают пункты выдачи, а мы запартнеримся с еще одними партнерами, которые получают, в том числе, тоже комиссию от каждого заказа. Это как бы агенты, мы называем. Это чем-то, может, похоже на франшизную историю Амазона, Яндекс.Маркета, когда точка получает процент от оборота. Здесь, в принципе, та же самая история, но у этой точки есть основной вид деятельности, в отличие, например, от пункта выдачи франшизы Озон. Но, опять же, мы эти точки подбираем наиболее релевантные и близкие к нашему бизнесу, к нашему партнеру. То есть, если мы говорим про химчистку, то здесь как бы релевантно говорить о ателье. Соответственно, большинство агентов, которые с нами сотрудничают в части пунктов выдачи, это ателье. Но ателье тоже оказывают услуги по... Ателье оказывают услуги свои, соответственно, они дополнительно оказывают услуги по приемке и выдаче вещей клиентам, и получается этого процент... Это, в первую очередь, для удобства логистики или... Это для удобства клиента, потому что основной паттерн на рынке клиент, он не ищет платформу в интернете, он заходит в Яндекс.Карту, вбивает слово «химчистка» и ищет вокруг себя пункт сдачи, выдачи вещей. Соответственно, наша цель была сделать более на платформе релевантную схему для клиента, как он привык, чтобы партнер мог масштабировать свой бизнес. Прикольно, прикольно. Кстати говоря, про геосервисы, это действительно хороший инсайт, то, что, опять же, я ссылаюсь постоянно на свой проект, просто потому что отвлекается то, что ты говоришь. Действительно, в нашей сфере люди тоже фитнес, и все, что связано с этим, ищут, в первую очередь, по карте, по своей геолокации, смотрят в Яндекс.Картах. И в какой-то момент мы пошли в этот эксперимент и начали закупать рекламу в самих геосервисах, 2GIS, Яндекс.Карты, и это очень хорошо отрабатывало. То есть, может быть, если ты этого еще не делал, может быть, надо посмотреть в эту сторону. Нет, мы в эту сторону тоже посмотрели и уже активно тоже развиваем. В принципе, это неудивительно. Разработчик Денис верит, что программы делают жизнь комфортнее и проще. Поэтому и для ремонта в своей квартире он решил воспользоваться современным онлайн-решением, а не ходить по магазинам на своих двоих с блокнотом и ручкой. В этом ему помог калькулятор ремонта. Все нужные расчеты Денис сделал в несколько кликов и сразу добавил материалы в корзину. Калькулятор разработали ребята из команды Петрович Тех. В каждом выпуске подкаста они рассказывают, как устроены их IT-продукты с технологической точки зрения. Сегодня я попросил их подробнее рассказать про калькулятор ремонта. Для правильной работы калькулятора ремонта системе нужно учитывать сразу множество переменных. Размеры помещения, несколько вариантов похожих товаров по цене, цвету и многое другое. Каталог Петровича регулярно обновляется и Петрович Тех дополняет формулы для калькулятора вместе с ним. Формулы для расчета калькулятора реализованы в 1С. Бэк на PHP, фронтенд на React. Из интересного, в калькулятор ремонта встроен 2D-планировщик. План помещения можно загрузить или начертить сразу в калькуляторе, программа все посчитает. Петрович Тех и считайсишников готовых присоединиться к команде и создавать для людей удобные сервисы вроде калькулятора ремонта. Возможно, вы поможете создать следующий инновационный продукт. Мы затронули уже ретеншн, а ты можешь поделиться данными? Какой вообще ретеншн в Google? Ну, не хотелось бы, конечно, обозначать, поэтому я немножечко открою информацию. Хороший, да? Хороший, да. Хорошо. А с точки зрения вообще масштаба Кулин как бизнеса, как проекта, можешь ли ты поделиться какими-то данными, метриками, какие можешь раскрыть, какие поуличные, чтобы показать, так скажем, на каком сейчас этапе зрелости бизнес в принципе? Кулин — это точно топ-1, по крайней мере, в Москве, платформа по части уборок. Есть как бы конкуренты в виде домовенка, которые были основаны на год раньше, чем Кулин. Есть, я думаю, где-то попадалось наименование Айра. Конечно, где-то она попадалась, более того, даже у нас в подкасте это было. Вот, соответственно, здесь топ-3, вот оно примерно такое. Пока мы держимся также на первом месте. Если говорить там по количеству заказов, то из того, что неизвестно по цифрам, у нас оборотка в два раза больше, чем у домовенка. Звучит солидно. И это несмотря на многие как бы испытания, которые были там последние два года на рынке. Его очень там сильно трясло с учетом основного клиентского вот этого сегмента. Ну да, возможно, клиентский сегмент, существенная часть его пользуются такими услугами уже в других странах ты имеешь в виду, да? Ну, в других странах по своим там знакомым, друзьям я знаю, что как раз и нету. Нет такого сервиса. Нет такого сервиса. Если что-то есть похожее, то там по части услуг это несопоставимо как бы с нами от слова совсем. То есть для примера я тебе могу рассказать, что там друзья съезжали с квартиры, и им два там исполнителя убирали ее два дня. Хотя там квартира 72 квадрата всего было. Они очень не спешили, я думаю. Да, и очень не спешили, и очень отвратительно при этом еще убрались. Ну, мы знаем, в принципе, что в целом сервис в России довольно-таки неплохой. И не только с точки зрения цифровых продуктов, но в целом с точки зрения сервиса. И по ресторанам мы, я думаю, прекрасно понимаем. И по другим, в принципе, видам бизнесов. А с точки зрения вот опять же зрелости бизнеса, а ты позиционируешь Кулин еще как стартап, или все-таки это уже зрелый бизнес? Я все-таки позиционирую как стартап до сих пор, потому что у нас очень много идей, эридичных направлений внутри, которые мы пробуем, выкидываем, либо что-то наоборот идет, вот как с агентской схемой как раз. И мы продолжаем двигаться в разные стороны, ищем свой путь, не останавливаемся только там на уборках. А в целом объем рынка вот получается от подобных хом-сервис-услуг он во сколько оценивается? Про уборки я, наверное, сейчас уже точно не скажу, потому что рынок достаточно такой движется то в одну, то в другую сторону с учетом последних двух с половиной лет по химчистке. Он еще и сильно фрагментирован такой еще, то есть нет какого-то игрока прям супер-большего. Если мы говорим про химчистку, то вот если брать Москву, то это минимум 10 миллиардов рублей. Да, цифра внушительная, конечно. Соответственно, у нас есть как бы маркет, и мы маркет тоже как бы оценивали, там минимум 5 миллиардов можно тоже взять по Москве, с учетом того, что немножечко рынок там маркетплейсов, он сейчас сдвигается. Если ты там откроешь Озон и Маркет, например, либо Валберес, ты открываешь страницу с какой-то категорией, там бесконечное количество товаров. И очень многие люди идут в маленькие магазины искать именно что-то конкретное, что-то проверенное. Соответственно, мы вот как раз выбрали путь идти такой узконаправленной стезей в части товаров, когда у нас есть проверенный ассортимент, который мы можем дать, и клиент может им воспользоваться, качеством товара, то как бы выставлять оценки крупные 4 и 5 звезд всегда. Но в целом это доказанный факт, что на самом деле люди, когда сталкиваются с большим количеством выбора, это такой вступор вводит многих, поэтому когда у тебя выбор ограничен, это даже пользователю, короче говоря, ты направляешь таким образом и делаешь так, что им легче сделать выбор, ну и потенциально увеличиваешь конверсию в покупку платящего пользователя. Ну, в том числе да, но когда ты еще с своей экспертизой приходишь, за плечами уборки, химчистка, ты говоришь, вот мы составляем определенные регламенты, даем это исполнителям, чтобы ваши квартиры были чистые, без всяких повреждений от химии, как зачастую все, что лежит на прилавках магазинов, либо там вверху страниц маркетплейсов, соответственно, чтобы этим клиент пользовался плавненько мы рынок забирали себе. Мы затронули тему маркетплейсов, интересно про них поговорить в том числе, потому что есть, допустим, Яндекс.Услуги, есть тот же самый Авито. Как бороться с ними, потому что, ну, вероятнее всего, там как раз-таки исполнители, частные лица, они могут демпить цены, могут, а зачастую люди, в общем-то, ориентируются по цене и могут как раз-таки обращаться к ним в первую очередь. Вот как с ними конкурировать? Смотри, первый момент это то, что исполнители, которые приходят на платформу, мы их не оставляем один на один с клиентом, мы даем ряд регламентов, как я повторяю, химию, консультации по поддержке, то есть исполнители могут позвонить на горячую линию, спросить там какой-либо вопрос, сложность, поддержка оперативно отвечает, помогает. Ну, вот такой фулфилмент для исполнителей. Да, соответственно, есть еще момент связанный с тем, что если какая-то проблема на заказе, то Кулин все-таки является лицом, который будет заглаживать вину перед клиентом, а Яндекс.Услуги, Авито, там даже если мы говорим про других конкурентов, то там профи, например, они как бы не являются ответственными за то, что исполнитель там накосячил на заказе. И ты сам потом будешь из-за что ругаться в переписке, мол... Да, да, да. У меня была такая история с профи, когда ты пишешь в поддержку, они говорят, мы вот только заказы вывешиваем, а дальше вы сами разбираетесь с тем, кто накосячил. Решаете сами, в общем. Да. То есть, а у нас основной момент это то, что мы максимально быстро в проблемных ситуациях обрубаем исполнителя от клиента и пытаемся уже с клиентом наладить коммуникацию и решить его проблему каким-либо образом. Либо там возмещая ущерб, либо там особых топовых, например, исполнителей приводим правки по данному заказу, соответственно, исполнители, те, которые это делают, они получают повышенную комиссию, на платформе, решая максимально такими путями дружелюбными клиентами. Максимально загладить. Да, максимально загладить. Наверняка ведь есть какие-то зарубежные аналоги подобного рода бизнеса. Как они поживают? Есть ли какая-то информация? Есть в СНГ, причем мало того, что сами они как представляют с платформы оказывают по сути те же услуги, они называются зачастую так же. Есть казахстанский аналог, есть киргизский аналог, они также называются кулин, но они не относятся к нашей компании, просто пытаются копировать, грубо говоря, нашу модель. вплоть до нейминга. Вплоть до нейминга. И с этим нельзя никак бороться, то есть нельзя как-то запретить им использовать нейминг. Здесь... У них же есть, например, приложение в Store, по-моему, как-то можно это спорить в Store? Можно, но они зачастую платформу свою вываливают на клиента в виде веб-платформы, и, соответственно, они не идут в Store, и там как бы с нами не конфликтуют. То есть эта особенность вот этого среднеазиатского рынка бывших как бы странно СССР, вот они немножечко вот так вот юлят в части платформ. Если говорить про более релевантный рынок, это Дубай. То есть там есть много чего похожего в части платформ, оказания услуг, и таких крупных игроков там не два, не три, а там порядка восьми. И они также как бы сосредоточены вокруг хомсервиса. То есть это не только уборки, но и химчистка. При этом по химчистке у них платформы ну наверное порядка на три, на пять лет вперед наши платформы ушли уже. Это автоматизация фабрики партнеров, в том числе они предоставляют программное обеспечение. То есть это не просто там как складские операции ты там протаскиваешь какую-то вещь сквозь технологические процессы, а это конвейеры, которые автоматически в нужное время, в нужный момент, переезжают с участка на участок и доставляют в нужное место исполнителя для обработки той или иной вещи. Доход до этого. Ну и сами конвейеры зачастую тоже как бы делаются теми людьми, которые предоставляют платформу. То есть там они делают еще ИРП исполнители. Нам немножечко до этого пока далеко, но мы к этому стремимся. А вот на рынке Штатов, например, просто Антон Драчев как раз села Аэра рассказывал о том, что они изначально вдохновлялись сервисом, который, кажется, работал в Америке, но он в итоге закрылся. А вот Аэра до сих пор живет. Есть ли такие еще примеры какие-то? Знаешь, я, наверное, на ходу не вспомню. Вот основные моменты, которые я знаю по рынку Средней Азии, СНГ, и плюс по Дубаю, у меня вот есть представление. Я больше ориентируюсь на наших коллег, которые, например, в Дубае, их высокотехнологичность. А с точки зрения истории Кулина год основания когда был? Вообще 2014 год но основной как бы запуск был в 2015. А ты сможешь немножко как-то погрузить в историю запуска, так скажем? Как это получилось? А вот, наверное, не смогу, потому что сам я в компании не такое продолжительное время. За порядком девяти лет сменилось множество руководителей, в том числе генеральный директор. Вот. И я уже пришел в такое достаточно кризисный момент в целом для рынка и для Кулина. Было интересно почелленджить, соответственно, зачастую ты так закрываешь прошлое и пытаешься только идти в будущее. Получается, ты кризисный менеджер, ты чиф техникал офисер, ты чиф продукт офисер. Ну, выходит, да. Вообще, если говорить про штатку, штатное расписание, то у меня должность директор по развитию операционной платформы. То есть, это немножечко шире, чем СТО и СПО, это еще немножко захват СОО. Это вообще все, мне кажется, уже. Ну, в том числе стратегическое планирование компании, оно спускается с меня в операционку, соответственно, куда мы идем, я прихожу и говорю. Но при этом ты действительно по сути с собой закрываешь функцию и СТО, и СПО. Да. Ну, так вышло, что компания, когда в свое время бежала в платформу, активно развивала, там было сначала две команды, которые параллельно развивали уборки и стирку независимо друг от друга, вот эти две платформы, одна для уборок, другая для химчистки, а потом настал двадцатый год, ты помнишь как бы март, что произошло, для Кулина это стало таким жестким ударом, потому что исполнители не могли приходить на заказы, и это было на протяжении пяти месяцев, соответственно, там произошла оптимизация бизнеса, сокращение, команды айтишные слили вместе, и стали развивать это вместе как единый хом-сервис, а не какая-то параллельная история с платформой. А далее настал двадцать второй год, еще очередной кризис, еще пришлось оптимизировать айтишку внутри компании, тоже там подужаться, подсократить, немножко подразбить по направлениям, и там в прошлом году тоже был определенный кризис с точки зрения исполнителей в Москве особенно, и плюс там был, если ты помнишь, в сентябре доллар по сто как раз стал, это тоже один такой важный удар, и мы еще как бы немножечко подужались сильно, посмотрели там, кто тянет, кто не тянет, и в итоге я приходил сначала как продуктовнер вообще в компанию, занимался только складской историей, потом я уже занимался складской логистической историей, потом весь всем операционным направлением, то есть был отдельный маркетплейс, отдельный операционный, потом, соответственно, CPO уже, и вышло так, что проекты, которые я делал в компании для платформы, я тесно взаимодействовал с командой разработки, с лидами, все там вопросы, которые касаются внутрянки команды, решал я, и было принято решение, что CPO теперь и CPO. Какой шикарный у тебя рост, правда, есть нюанс, как говорится, но... Ну, есть нюанс, но, как я говорил, обычно, если у меня год, ничего не происходит в компании, то, скорее всего, нужно уже менять место. У меня стабильно на протяжении 12 лет карьеры каждый год, полтора происходит какой-то скачок. Да, ну, фактически у тебя получается, с учетом того, что ты совмещаешь в себе такое количество ответственности, компетенций и позиций, это прям... Я понимаю, почему ты говоришь, что ты считаешь, что вы еще стартап. Ну, да. В целом, да. Тогда можно, я думаю, чуть углубиться в ту историю вообще, как ты приходил в компанию, какие у тебя были изначально обязанности, на что ты приходил. Ты сказал, что ты приходил изначально на отдельный продукт, в итоге, получается, весь продукт, вся компания, фактически, ты сейчас определяешь стратегическое движение. Но вот если в тот момент немножко отойти, то какие вызовы вообще перед тобой стояли в тот момент? В тот момент вызов стоял в том, что написать нужно было складскую систему, которая не похожа на ни одну другую в ЕКОМ рынке. Это как раз таки по лекалам дубайской компании? Лекал вообще никаких не было. Вот здесь самый как бы вызов был, для чего я приходил в компанию, что изначально, когда мы разговаривали с текущим генеральным директором на собеседовании, с техническим директором, те, кто развивал продукты на тот момент. Есть как бы задача оптимизировать операционную деятельность компании. То, что не видно клиенту зачастую, это вот как раз склад, это логистика. И как бы склад полностью по сути отсутствовал. Необходимо было сделать систему, платформу, которая позволит партнерам, которые используют платформу, как бы в том числе осуществлять складскую деятельность. В итоге этот проект удалось завершить? Да, этот проект завершился. Я больше скажу, что я пришел в компанию в марте 22-го года. Релиз мы сделали 23-го сентября того же года. Ну, то есть за полгода уже все бывает? Ну, у вас получается такая организационная структура по типу Телеграма. То, что Павел Дуров недавно рассказывал. Да-да-да-да-да-да. Ну, хорошо. Ну, не совсем, я бы сказал, такая. Если в Телеграме там скорее продакт один, Павел, вот, а у нас все-таки у меня есть люди, которые отвечают за какие-либо направления внутри платформы. Ты как бывший специалист тестирования, вы как автотест у себя сделали в Колин или нет необходимости? Знаешь, здесь такой спорный вопрос про автотесты. Есть ряд там юнит-тестов, которые пишет разработчик, он покрывает основные бизнес-сценарии, повторяет их из бизнес-требований. А есть очень много корнер-кейсов, которые ты можешь автоматизировать, конечно, но ты найди на рынке такого специалиста, который это все запрограммирует. Поэтому дешевле, конечно, все-таки ручные тестировщики. Ну да, согласен. Хорошо, с точки зрения продукта, интересно было бы узнать вообще из какого количества человек состоит сейчас команда продукта. Если говорить именно про продукт, у нас три человека. Есть сейчас новый сотрудник, который отвечает за операционку, есть человек, который отвечает за коммуникации, за клиентский сервис и за финансовую составляющую продукта. Все остальное зависит на мне. А команда разработки? Команда разработки есть три группы разработчиков. Одна команда это голенг разработчики, массовая история на рынке, как говорится. Вторая Node.js. Третья это мобайл. То есть у нас даже нет отдельно веб-фронтов, потому что те, кто занимается Node.js, они так или иначе в TypeScript умеют. А мобилку у вас на чем пишется? React Native. Вот у нас это наиболее комфортно и удобно с учетом количества мобильных разработчиков, поддержки мобильных устройств и в целом приложений. Но я такой могу спойлер сказать, у нас готовится новое мобильное приложение для платформы. Я думаю, что вы скоро увидите его в сторах в ближайшие полтора месяца. Ух ты, интересный эксклюзивщик у нас поймали. Да. Клево. И что-то в стеке мобильного приложения поменяется или тоже React Native? Тоже React Native, но уже более современная платформа с точки зрения SDK, с точки зрения возможностей. То есть старое есть приложение, которое есть в сторе. Мы стараемся обновлять сейчас по каким-то критическим багам, критическим фичам с точки зрения продукта. В остальном у нас был основной ресурс направлен на то, чтобы сделать новое приложение и наконец-то объединить с точки зрения платформы все это в одно единое приложение. Ну, по сути, есть такой момент, как у Яндекс.Гол. Огонь. Ну да, конечно, это удобно. То есть, получается, мобилку вы будете в первую очередь там обновление на бэке. Будет производиться. UX, UI не меняется. Нет, UX, UI меняется. Это прям полностью как бы новый стиль кулина, который как бы не представлен в текущих приложениях. Это новый дизайн. Все новое. Круто. Ну, тогда точно эксклюзив. Тогда ждем. Ждем. Мне как раз-таки нужно помыть окна. Я буду ждать новую версию, чтобы сделать заказ. Ну да, у нас как бы первая версия будет заключаться вокруг двух продуктов объединения, это химчистки и маркета. Соответственно, дальше у нас осенью план начать туда помещать уборки. А три, получается, команды разработки? Ну, три группы. Три группы. Три группы. И получается, это какое количество людей? 15 человек. 15 человек. Ну, да, у вас упор именно на разработку, нежели на бизнес-составляющие. В бизнесе есть ты по этому в принципе. Нет, у нас ребята, которые работают в разработке, они очень глубоко погружены в те процессы, в продукт, который мы делаем. То есть, они не просто пишут код, они понимают, для чего они пишут, что они пишут и задают понятные вопросы, опасения, например, по каким-либо требованиям. И ты им как бы отвечаешь, они понимают, что ты отвечаешь и вносит какие-то корректировки. Из трех групп разработки кто больше в мыле? Сейчас, если говорить, то это GoLang-команда, потому что на них пришлось как раз история со складской системой, когда я пришел в компанию, потом была история с тем, что логистическую систему компании мы тоже переписали с нуля, и они делали тоже. Финансовая система тоже на GoLang-е написана, и вот все новые сервисы, которые как бы дальше мы там пишем, а не просто развиваем, это только GoLang. То есть вообще целевая, если говорить, технологическая платформа, то уходить от Node.js и все писать на GoLang. Хочется, может быть, чтобы ты поделился какой-нибудь либо факапом, который у вас был в разработке за последнее время, может быть, либо какой-то самый такой вопиющий кейс, если ты сможешь им поделиться. Или в целом рассказать самую сложную фичу, которую вы за последнее время пилили. Наверное, если говорить про факап, это то, что у нас достаточно большое количество времени, когда я еще занимался операционным направлением, параллельное направление занималось развитием клиентского сервиса и поддержки. И делала тикетную систему именно для поддержки, что им выпадает тикет, они их обрабатывают в рамках каких-то клиентских запросов. И вышло так, что те требования, которые были изначально написаны, и тот результат, который мы принесли партнерам, они не совпали. И мы просто больше полугода выкинули в корзину работы. Это, наверное, самый такой глобальный факап, который происходил именно на моей памяти. Самое сложное это как раз текущий релиз, который мы делали полгода. В рамках одной платформы, в рамках одной системы управления заказами, нужно уметь маневрировать между маркетом, химчисткой и уборками. То есть, если ты представишь, что такое заказ с уборкой, что такое заказ с химчисткой, что такое заказ с товаркой, для тебя это зачастую три разные картинки. А с точки зрения платформы, это все находится в одном месте и никак не разделяется, кроме как что это разные названия продукта. И вот это было, наверное, самое сложное, потому что до этого текущая платформа уборок, старая платформа химчистки, они живут раздельно, то есть, они никак между собой не пересекаются с точки зрения платформы. Сейчас же это все в одном месте. Одна сущность, Да, одна сущность, это самое было тяжелое. А как именно это решалось с точки зрения технической составляющей? Это как что-то вроде рефакторинга? Нет, здесь как бы есть определенная особенность в рамках платформы, ты двигаешься не с одной стороны, не только с технической, но и с продуктовой. Ты меняешь еще и продукт таким образом, чтобы у тебя картина с точки зрения поддержки продукта, с точки зрения клиента, с точки зрения рекламации, с точки зрения финансовых процессов, они были едины. Соответственно, на базе этого ты уже можешь какие-то технические решения воплощать. То есть, ты не идешь каким-то путем, что уборки где-то там, химчистка где-то там, а нужно найти, что в них наиболее похожее. И на этом ты базируешься уже. А смог бы ты поделиться, может быть, еще сполирнуть нам какую-нибудь фичу, которая в ближайшее время появится в Кулинах? Если давай говорить про уборки, то мы немножечко бежим в сторону партнерства с крупными жилищными комплексами, которые являются комфорт плюс, бизнес-класс, и в рамках них мы будем тоже развивать новые продукты. Круто. Кстати говоря, действительно звучит как очень релевантная история и для ЖК, для жильцов, и для вас с точки зрения бизнеса. А с точки зрения общей тенденции, куда движется рынок хом-сервиса? Рынок в целом движется к тому, чтобы найти какие-то отдельные тонкие моменты, продукты, направления, которые нужны наиболее частотно клиенту. То есть избавляться от какой-либо сезонности и переходить в более такую регулярную историю для клиента. То есть если ты находишь на рынке какие-то точки опоры в рамках этих продуктов, ты начинаешь от них отрастать. У нас, например, есть регулярные уборки, а в химчистке у партнера есть продукт называется аквачистка. Это то есть не стандартная химчистка, а когда ты накопил много вещей, сдаешь, тебе просто постирали, идеально погладили, тебе все это постиранное сухое, отглаженное отдали. И ты не борешься с веревками и другими сушилками, которые у тебя дома находятся и развешаны на нем белье. И этот спрос, он нарастает. Тенденция спроса... Как думаешь, придем ли мы к тому, что вообще подавляющее большинство россиян, допустим, будет пользоваться услугами уборки на домах? Думаю, что большинство точно нет, вот, но я все-таки верю скорее в направление сейчас химчистки и стирки в том плане, что много очень стало мало компактных таких, точнее, компактных квартир-студий, например, на том же московском рынке. И где-то это развешивать, хранить, это совершенно неудобно, плюс люди очень активные в части каких-то других развитий собственных, помимо работы и траты времени на это. И вот это, чтобы высвободить время, они будут постепенно, постепенно пользоваться услугами платформы. Но уборки это достаточно сложный сегмент, чтобы затащить огромное количество клиентов. Это все равно останется определенный сегмент, у которых доход достаточно высокий. Говорят о тенденциях, а как-то и может поспособствовать вообще росту этой отрасли? Можно поспособствовать, но здесь скорее в целом от состояния экономики рынок зависит. То есть насколько себя хорошо чувствует спрос, любой, неважно, не только по услугам, но если мы говорим про марки, то есть если там есть спрос-предложения, активно люди покупают, активно продают, то активно люди начинают зарабатывать, а значит дальше пользоваться услугами. Окей, ну так или иначе посмотрим, что будет через пару лет, куда будет двигаться рынок. Может быть мы с тобой в следующий раз встретимся и окажется то, что все-таки уже каждый второй пользуется услугами Кулин для того, чтобы убраться дома, либо постирать вещи, либо сделать еще что-нибудь с точки зрения хом-сервиса. Так или иначе, мне кажется, у нас была замечательная беседа, спасибо тебе большое за то, что погрузил нас вглубь бизнеса Кулин, за то, что рассказал про немыслимое, мне кажется, твоей ответственности, того, что ты делаешь в этом продукте. Это было очень круто, очень интересно было себя послушать. Спасибо большое, что пришел. Спасибо вам, что пригласили, было очень интересно. В гостях у нас сегодня был Александр Легоньков, директор по продукту и технологиям CTPO компании Кулин. Это был подкаст Багрепорт. Услышимся на следующей неделе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова